Приветствую вас на моем канале. Сегодня мы посмотрим обзорчик мода для Евротрак Симулятор 2. Это МАЗ-504. Был у меня уже обзор на моем канале, но это было еще в октябре прошлого года. И во-вторых, это мод вообще от другого автора. Так что давайте посмотрим, что он из себя представляет. Как видим, что находится он в салоне Мэн. Почему-то они сделали свой салончик. Давайте рассмотрим модельку. Моделька выглядит достаточно качественно. Видим, что бак сделан с такими элементами загрязнений. Могли бы, конечно, и на брызговике это все применить. Видим, даже рама такая грязноватая. А вот брызговички чистые. Даже колеса с элементами грязи. А вот брызговички чистенькие. И сам кузов наш тоже, кабинка наша чистенькая. Этот бампер тоже немножечко потрепанный. Но выглядит поновее, чем все остальное. Все в болоте такое. Даже вот видим, что стекло в пыли. Ладно, переходим к кабинам. Видим, что у нас кабина V такая вот. Или B по-английски. Шасси у нас 504. 4х2 и 4х4. Давайте посмотрим вариант 4х4. Ничем не отличаются. Просто у нас 4 ведущих будет. Так, следующее. Что у нас по двигателям? По двигателям видим ЯМЗ. Три варианта. 300, 400 и 420 лошадиных сил. Трансмиссии тоже ЯМЗ. 5 передач. 5 передач с ретардером. Так, по интерьеру. Посмотрим. Интерьер уже детальнее. В продолжении обзора. Пока что у нас только один интерьер. Менять нельзя. Дальше, что у нас по Paint Job. По нашим раскраскам. Видим Soft Trans Auto. У нас скин есть. Предзаготовленный. Дальше у нас есть разные цветастые скины. Ну и как бы я хотел заметить, что нету конечно того скина, которого бы хотелось. Хотелось бы, чтобы скин был с элементами загрязнения. Поскольку все элементы мы видим тут. Шасси, баки, колеса у нас грязные. А скинчик такой чистенький. Даже стекла у нас чистые. Переходим по внешнему тюнингу. Здесь нас ждет разочарование. Видим, что точек совсем практически нет. Смотрим, что у нас на бампере. На бампере мы можем дополнительный свет прицепить. В принципе, нам стандартного вполне хватает. Больше ничего цеплять нельзя. И даже дудки можно прицепить. Но это вообще выглядит дико. Так что этого мы делать не будем. Что у нас по зеркалам. Смотрим. Зеркала единственный пластик. По нашим шинам и дискам у нас только один вариант. Но зато свой. Это хорошо, что не используются стандартные. Автор сделал кастомные. Так, здесь мы можем поставить дым. Давайте посмотрим, как выглядит трубочка. Это, которая извергает этот дым. Ну, интересно. Это, конечно, будет просаживать FPS у слабых компьютеров. Но даже у кого не слабый компьютер, не каждый согласится ездить с таким дымулей. По городу, там, Парижу, там, к тому же. Так, больше никаких точек у нас нету, к сожалению. Переходим к внешнему, то есть внутреннему тюнингу. И тут, как мы видим, тоже нету ничего тюнинговать. То есть, резюмируя этот мод, то есть, я бы октябрьский, октябрьский мод поставил бы выше его. Пускай он там старше, но он вполне себе будет работать на версии 1.36. Тут ничего страшного нету, что там версии как-то не совпадают. Тот мод просто больше, он обилует просто тюнингом, как внешним, так и внутренним. Здесь всякие наклеечки. Кстати, обзорчик будет, сейчас всплывет в верхнем правом углу на него. То есть, если вам нужен именно 504, то можете покататься на нем. Он вполне годный. Там больше тюнинга, там есть и шторки, и т.д. и т.п. Единственное, что бы я сказал, спасибо, что поставили GPS. Потому что без GPS было бы совсем туго. Кстати, GPS вполне сюда бы очень пошел. Если его сюда... Тут просто можно огромнейший GPS и трак-инфо вместить два в одном или раздельно. Здесь очень много пустого места, куда можно было всякие аксессуары и так далее ставить. Ну, поскольку у нас никакого тюнинга, тут немножечко зазорчик у нас есть. Но это так не критично. Как видим, окна у нас зашторены. Так что проверить, видно ли наше шасси или груз мы не сможем. Ну и также хорошо, что здесь сделаны такие в пыли окна. Это тоже как бы выглядит реалистично. Так, хорошо. Попробуем к нему прицепить прицепщик. И посмотрим его уже непосредственно в игре. Итак, мы в игре. Давайте уберем стандартный GPS. И осмотримся, как у нас тени падают. Ну, в принципе, всё нормально по теням. Тени присутствуют. Так, рассмотрим всё. Ну, каких-то таких щелей в салоне я не наблюдаю. Давайте проверим включение двигателя, как он включается. Звук. Естественно, громкий такой звук достаточно. Достаточно, чтобы я хотел проверить, можно ли менять позицию руля. Позицию руля, к сожалению, менять нельзя. Если мы отодвинемся, что будет. Нам нужно зеркало видеть. Хорошо. Вот так вот зеркало видно. И немножко подняться. Отлично. Теперь лучше видно наш спидометр. Так я ставлю. Руль, к сожалению, не меняется. И, кстати, про руль. Вот эта текстурка мне не нравится. Какая-то... Во-первых, вот так вот у нас руль стоит ровно. Он не должен так ровно стоять. Он как будто уже повёрнут. Вот смотрите. Вот так я разворачиваю. Вот так вот он должен стоять ровно. Это уже не ровно совсем. То есть за руль я уже сразу минус поставил. Также посмотрите на вот эту ручку. С какими-то расплывчатыми текстурами. Не очень хорошо видно всё. Но зато прекрасный GPS. Хорошо всё видно. Итак, пробуем поворотники. Видим, что есть у нас анимация. Анимация поворотников. И там какая-то лампочка у нас, которая направо в правую часть светится. Налево в левую. Ну, такое, конечно, себе решение. Кстати, у самих датчиков. Видим, что у них подложки тоже такие мегапиксельные. Не очень хорошо выглядит. Следующее, что мы проверяем. Звук. Ну, звук, соответственно, такой индустриальный, можно сказать. Следующее, что мы проверяем, это включаем дождь. Видим, что есть у нас красные элементы в логе. Итак, пошёл дождь. Так, капельки вроде бы вижу. Что-то такое появляется. Да, капли у нас попадают. Вот здесь, кстати, звук встаёт громче. Когда мы поворачиваем голову, я вот такое не люблю. Так, дождь у нас попадает. Всё нормально. На стойке в салон не попадает. Давайте включаем дворники. Так, ну, как мы видим, дворники, к сожалению, не стирают. Это большой, большой минус. Кстати, в зеркало вы можете наблюдать, как идёт дым. Ну, хорошо, так хорошо смотрится. Хотелось бы, конечно, чтобы его интенсивность чуть меньше была. Вот так мы загазуем весь город. Так, смотрим с внешки. Дворники с внешки работают, но плюсы на этом заканчиваются. Дворники ничего не стирают, к сожалению. Как произошла сцепка? Давайте посмотрим. Кабели у нас, скажем так, сцепились. Плохо, конечно, видно, но сцепка произошла. Будем считать. Вот так вот выглядит у нас труба. Вот так шурует вовсю. Ну, в принципе, смотрится нормально. Ну, я же говорю, для слабых машин, наверное, не подойдёт. Итак, давайте проверим, что у нас происходит ночью. Включили ночь. И включаем фарки. Фарки сверху работают. Фарки достаточно яркие. Видим, что у нас такие сдвоенные фары вверху. Работают как и фары, так и как поворотники. Поворотники отлично видно. Поворотники дублируются. Поворотники сзади видны тоже. Всё отлично. Подсветка. Давайте смотреть подсветку. Возвращаемся в наш... Подсветка, видим, белого цвета. Даже регулятор у нас. Сейчас приближу. Видим, что регулятор подсветки есть. Но ручка выглядит, конечно, ужасно. Так, всё. Светом мы потестировали. Давайте включим опять день. Немножечко проедемся. Кстати, я, наверное, с вашего позволения трейлера ставлю здесь. Мне нужно ещё скриншотик будет сделать. Ну, он немножечко не подходит. Этому нужно какой-то нефас, скорее всего. Так, повернём сюда. Немножечко сложности у меня с управлением возникли. Резко так поверну. Набор скорости довольно такой живенький. Надеюсь, меня там пропустят. У них как бы и выбора нет. Так, здесь где-то можно повернуть. Давайте уже будем парковаться. Здесь поворачиваем. Отель для машин. Там вот, видим, грузовики стоят, у которых прицепы сквозь забор проходят. Ну, такое себе удовольствие. Никак это не поправит. И это стоковое всё. Это никаких модов. Итак, давайте подытожим, что мы сегодня видели в моде. Кстати, звук так вот на тормоз становится он. Но никакой индикации я что-то не наблюдаю. Да, нету индикации стояночного тормоза, к сожалению. Итак, что мы наблюдаем в этом моде? Да, он якобы адаптирован под версию 1.36. Но тут не то, чтобы много изъянов. Тут слишком всё сделано упрощённо. Если у нас есть уже мод на 504 МАЗ, зачем этот мод, я не понимаю. Здесь абсолютно нету никаких аксессуаров. Единственное, за что благодарность автору, что хотя бы GPS оставил. GPS неплохой, хорошо всё видно. Ручки анимированы, но видите, как они выглядят. Там какие-то текстуры размазаны. Спидометр виден чётко. Остальные вот эти датчики как будто бы в каком-то тумане. Там пиксели видно, всё такое. Так, значок поворотов тут всё понятно. Звуки в принципе нормальные. Единственное, что мне не нравится, что когда поворачиваешь голову, то вот звук настолько громче стаёт. Так не должно быть. Что касается внешки, выключая двигатель, ну, конечно, за трубу тоже лайк. Труба, это классно. Дымок идёт хорошо. И, кстати, заметьте, что дымок идёт и при выключенном двигателе. Что касается вот этих скинов, скин софтрансавта, это, конечно, хорошо. Но хотелось бы, чтобы ещё какие-то грязные скины добавили, потому что у нас, видите, колёса грязные, бак грязный. Всё грязное, а кабинка наша чистенькая, передний бампер чистенький. Хотелось бы, чтобы это исправили. И также мне нравится вариант, что вот такие вот грязные у нас в пыли окна. Это тоже добавляет реалистичности. Аксессуаров по внешке, как мы видели, практически нет. У нас только можно ставить дополнительный свет на бампер и всё. Хотелось бы, чтобы можно было менять номер. Вот этот GB, это стандартный номер поставился. Но он, как бы, не знаю, тут совсем... Лучше бы его, я так скажу, не было совсем. Вот так вот выглядит у нас 504 МАЗ. Для любителей ностальгирующих у меня на канале есть другой вариант этого МАЗа 504. Посмотрите, он старше этого МАЗа, но в нём больше опций, больше тюнинга. Его я рекомендую посмотреть. А здесь же даже не работают дворники. Вот такой получился МАЗ. К сожалению, только 7 из 10. Хорошего вам настроения, хорошего дня. До свидания.